всем привет с вами кекс и сегодня я покажу как метать вот такую вот прекрасную красную или любого цвета в принципе икру которая вам понравится для этого нам собственно с вами понадобится только из таких ингредиентов это агар 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 у меня 1200 нет для моего тортика с головой будет достаточно жидкости где-то около 200 грамм даже мне это будет многовато в общем я лучше запасом для этого я полторы чайные ложки агара заливаю практически 50 миллилитрами водички вот я 50 грамм сюда вливаю для того чтобы агар немножко набух но если честно я не знаю кто-то говорит у него набухает и становится такое как кисель у меня агар в принципе вообще не набухает вот он постоял у меня там несколько там я не знаю может с полчаса и не вообще не набух здесь у меня 150 миллилитров вишневого сока вот вишневый сок придаст моей икре такой насыщенный красный цвет и вкус но так как икра у нас же не чисто красная решила туда добавить немножко оранжевого красителя или желтого без разницы можно поэкспериментировать у меня красители есть разные просто вот эти вот валяются без дела их толком некуда использовать в пакетиках они уже стоят поэтому я решила эти сухие можно и сюда как бы приспособить разницы абсолютно нет но цвет меня еще не совсем устраивает поэтому я решила добавить еще немного желтого красителя чтобы был такой более желто-красный цвет как бы получился они хорошо в принципе эти красители у красовские квиты без разницы они растворяются в воде в принципе но они с крупинками сахара а мне здесь разницы она не сыграет если у вас допустим это сок свежевыжатый добавьте немного сахара сюда же вкусно было нам еще понадобится вот такой вот большой шприц у меня здесь на 20 кубиков обычный шприц самый в аптеке купила иголку можно выбросить иголка нам не понадобится теперь нашу смесь которую мы с вами наколотили нужно довести до кипения довести до кипения можно просто перемешивая а уже после того как она у нас закипит ее нужно частенько помешивать чтобы агар не приставал ко дну у него есть такое свойство он может приставать к дну поэтому хорошенько перемешивайте вот она становится такая прозрачная без мелких крупинок и вам этого достаточно покипит минуту-две то есть можно снимать масса вот такая еще нам для нашей икры понадобится стакан желательно прозрачные с подсолнечным маслом без запаха я его поставил морозилку единственное в этот раз его немного переморозила то есть в следующий раз я буду чуть меньше по времени боя его обычно оставляю часа на два в морозилке это про него забыла и но мне просто часов 5 наверно морозилки и она у него стала такая вязкая тягучая структура просто если она очень очень холодная становится через час то наша икра падает вниз и остывает хорошо а здесь она просто масло очень густое прям стало она не замерзла потому что ну вот не замерзает она при этой температуре а ну просто она густое и икра не успевает остыть пока доходит до дна вам нужно вот буквально чуть-чуть я этой игры наметала туда и я сливаю свои кусочки из-за того что у меня вот я уже говорила что у меня не спускалась икра из-за того что масло было чересчур холодно меня сейчас в этой порции попадаются крупные крупинки вот вы видите я их отбираю я их потом абсолютно нормально в кино обратно в смесь которая у меня осталась перегрею и буду делать следующую круг эту икрой высыпаю ставлю в холодильник а масло обратно возвращаю в свой стакан и на где-то полчаса я его отправляю обратно в морозилку она у меня уже холодненькая вот она не успела там нагреться пока икру своего металла но мне надо чтобы она обратно остыла вы увидите разницу о спускании игры о чем я вам говорила постояв какое-то время агар вот так вот у меня полностью застыл в кастрюльке плюс агара в том что он абсолютно отлично растаивает потом обратно чтобы не морочить голову не плать на костре смысле на огне я ее разогрела эту смесь в микроволновке два раза по 30 секунд по моему у меня все разогрелось вот остывшее масло вы видите оно не такое у меня белое и здесь намного лучше спускается икра вот я просто вот так вот беру и нажимаю и вожу по кругу к сожалению здесь почему-то камера резкость не набирает очень плохо видно но икру прям я веду по кругу и она спиралька это красиво спускается сейчас постараюсь показать поближе чтобы вы понимали о чем речь на самом деле все очень очень просто смотрится только так странно немножко вот я набираю шприц свою смесь и вот так вот по кругу вожу и моя икра красивенно вот так вот падает вниз вот и все и она спускается вниз и пока она спускается в холодном масле она остывает и такие остаются равномерные круглые шарики у вас вот единственное долго не держите масло в тепле буквально поработали там немножко немного икры туда метайте потому что масло быстро разогревается и следующая порция икры у вас которую вы будете бросать в масло она может слипнуться тут плохо разобрать но все шарики равномерные очень все красиво смотрится они вот так вот рассыпаются можно их выложить немножко на салфетку чтобы масло лишнее убралось масло запаха нет поэтому она отлично я здесь буду выкладывать на тортик бочку как делать такой тортик я потом расскажу в следующем видео уже здесь я собственно хотела показать вам икру вот такая красивая икра у нас вышла задавайте свои вопросы ставьте пальчики вверх а с вами был кекс подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока пока